Это новости на ТНТ. Я и мои коллеги готовы рассказать о самом важном и интересном в студии Екатерина Кравцова. И вот что вы увидите сегодня. Мокрое дело, репутацию городского кладбища подмочили грунтовые воды. Людям мы стараемся, конечно, не показывать воду, но правду все равно не спрячут. Сальто на дороге среди белого дня. Автомобиль перевернулся на ровном месте. Благо, что все были пристегнуты. Кто у вас в машине был? Ребенок. Людей труда на красную дорожку. Новые подробности Дня химика. Без вас истории сильной страны, мощной страны, великой страны было невозможно. На новом участке городского кладбища хоронить нельзя. С таким выводом в редакцию обратился наш телезритель Андрей Ширяев. Мужчина сообщил, что копщики могилы пускают гробы практически в воду. Наша съемочная группа выехала на место и проверила достоверность этих заявлений. Вот так ручную приходится вычерпывать каждую могилу, чтобы как-то захоронить людей, чтобы не ложить их в воду. Жуткая ситуация. Через 10-15 минут здесь будет сразу две похоронных процессии. А могилы затоплены грунтовыми водами. Чтобы хоть как-то исправить положение, предприниматель Андрей Ширяев, который занимается копкой могил, командует сотрудникам наспех вычерпывать воду. Где в данный момент мы находимся на глубине, от метра двадцати глубже начинаются грунтовые воды. И инженер службы благоустройства сегодня пришел, показывает бумаги, что на уровне 3-4 метров никакой воды нет. Мы ему показываем, так вы глазам-то своим поверите или как, или бумагам, которые у вас написаны, где вода и на каком уровне находится. Чтобы остановить это кощунство, Андрей Ширяев обратился в Роспотребнадзор. И там подтвердили, похороны в могилу, заполненную водой, такое не подчиняется ни моральным, ни санитарным нормам. Существуют санитарные правила по размещению кладбища. И там прописано четко есть требование о том, что уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее двух метров от поверхности земли. Почему для сохранения администрация выделила проблемный участок и было ли проведено обследование земли? На эти вопросы ответа от чиновников сегодня добиться нам не удалось. Пресс-службе обещали ответить письменно. И по закону на это есть семь дней. В любом случае, вне зависимости от того, что скажут власти, точки над «и» в этом неприятном деле расставит Роспотребнадзор. Там уже началось административное расследование, которое будет длиться месяц. А пока Андрею Ширяеву опять придется вычерпывать воду и скрывать истинное положение дел от родственников усопших. Людям мы стараемся, конечно, не показывать воду, но правду все равно не спрячешь. Евгения Кокшарова, Александр Зибзеев, Сергей Колейник. Новости на ТНТ. Сегодня днем в районе остановки «Спорт и туризм» иномарка на полном ходу врезалась в столб, а после сделала сальто. Причины аварии выясняла Екатерина Федорова. Да. Что? За ребенком. Сейчас Валентин не может сдержать слез, чувствует за собой вину. Его 8-летняя дочь, которая сидела в детском кресле, отправлена в больницу на обследование. Отец до сих пор не может отойти от шока. Несколькими минутами ранее он уснул за рулем. Как вы за руль-то сели в таком состоянии? Жену. Ну, я доехал домой, повел жену на работу в Уссолье. Все нормально было. Вот и буквально даже вот дом, вот дом. Маленько стал. И вот, не знаю, как, видимо, где-то отключил или что. Ребенок говорил, говорил, там перестал говорить, и вот. И я тоже перестал. Авария случилась сегодня в полдень рядом с остановкой «Спорт и туризм». Автомобиль Сузуки ехал по парижской коммуне, водитель уснул, автомобиль врезался в столб, перевернулся через крышу и вылетел на перекресток. За весь стаж вождения – это первая авария, утверждает виновник ДТП. Благо, без серьезных последствий. Сам тоже был пристегнут и не пострадал. Водитель нарушил правила дорожного движения в том, что он управлял автомобилем в состоянии утомления. В кодексе об административном правиле нарушения за данное правило нарушения административный штраф не предусмотрен. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Внимание, розыск. Березняковская полиция просит горожан помочь в поисках лиц, причастных к уличным грабежам. Накануне в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина заявила, вечером на улице Панфилова на нее напали неизвестные мужчины. Они прыснули в лицо какую-то жидкость, обыскали пенсионерку, вырвали пакет с продуктами и скрылись. На вид подозреваемым 25-30 лет. Рост около 170-180 см. Среднего телосложения. Одеты в куртки и джинсы синего цвета. А этот мужчина подозревается в незаконном присвоении телефона и денег на проспекте Ленина. На вид 25-30 лет. Рост около 160-165 см. На голове вязаная шапка, худощавого телосложения, одет в кожаную куртку с мехом на воротнике, на руках черные перчатки. В связи с этими случаями полицейские просят горожан, обладающих какой-нибудь информацией о преступлениях или же о подозреваемых, обратиться в дежурную часть полиции, либо позвонить по телефону, указанному на экране. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Мойте руки перед едой. Это детское правило сегодня в Березняках как никогда актуально. По городу гуляет гепатит А, заявляют эпидемиологи. На данный момент в Березняках зарегистрировано 11 случаев заболевания гепатитом. От этого недуга страдают как взрослые, так и дети. По сравнению с прошлым годом количество заболевших увеличилось более чем в два раза. И эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост. Вирусный гепатит А в простонародье желтуха – одно из распространенных заболеваний печени. Заражение происходит чаще всего через некипяченую воду, немытые овощи и фрукты. И, конечно, после бытового контакта с больным. Мера такой более эффективна, что это является вакцинация. Прививки можно сделать, конечно, по месту жительства в поликлиниках, заказать вот эту вакцину. Ну а так, конечно, это все-таки не использовать некипяченую воду. Я снова с вами и настало время нашей новой рубрики «Коротко о главном». Подборку интересных новостей подготовила для вас Александра Зеленина. Завтра на площади первостроителей пройдет митинг. Но не протестный, а мотивирующий. Митингующие будут выступать за здоровый образ жизни и пропагандировать экологически чистые продукты. Например, можно будет попробовать чудесный напиток «Иван-чай» и кедровое молоко. Также планируется восстановить на первострое кедры, которые пострадали от природных явлений и рук хулиганов. Все желающие смогут взять кедровые орешки с собой, чтобы посадить их и вырастить свое родовое дерево. Один из крупных туроператоров отменяет чартерные рейсы из Перми на греческий остров Родос. Ранее было запланировано 12 вылетов до конца сентября, а теперь компания намерена совершить только первые два в начале июня. По мнению представителей турфирм, полетная программа была свернута из-за повышения цен на отдых в Греции. К тому же в соседней Турции сейчас очень много выгодных предложений. В ГИС-центре ПГНУ сообщили, что аномальный ураган, прогремевший в Москве, до нас не дойдет из-за холодной погоды. На пути шквальных воздушных масс встал гребень повышенного давления. Бушевавший в столице России шторм минует территорию Пермского края и направится к южной части Башкирии. Кстати, там плюс 30. Так что не стоит жаловаться на нашу уральскую погоду. Именно она защищает нас от урагана. Новости короткой строкой подготовила Александра Зеленина. В компании «Уралкали» в честь Дняхимика калищиков-ветеранов наградили благодарственными письмами и нагрудными знаками «Почетный калищик». Какие еще привилегии имеют ветераны предприятия, расскажет Екатерина Федорова. Крепкое рукопожатие, слова признания и престижная награда «Знак почетный калищик». В торжественной обстановке поздравили ветеранов «Уралкалия», тех, кто добросовестно трудился много лет на производстве. Вкладывал в работу душу. Среди почетных калищиков и Светлана Русинова. Работала 40 лет аппаратчиком на Первом Соликамском рудоуправлении. В копилке заслуженных наград, грамот от Министерства химической промышленности и энергетики. Секрет достижения почетного калищика прост. «Просто работаешь, да и все. Просто работаешь. Ну, не знаю, у нас все девчонки хорошо работают. Так что я не знаю. Все аппаратчики очень хорошие. Мне они очень нравились. У нас дружная была смена, как семья». Награждают почетными нагрудными знаками ветеранов «Уралкалия» впервые. Раньше были ленты с надписью «Почетный калищик». С инициативой ввести новую форму награды в виде значка выступил бывший шахтер, занесенный в книгу почета Первого Соликамского рудоуправления Николай Петрович Норин. «Вы же не будете ходить по городу или, например, с такими лентами. А только отдел и пошел. Так же, как депутаты носят. А мы почему не можем? Калищики носить, эти значки. Мне кажется, что такие значки почетных калищиков нужно давать каждому работающему. Потому что наше предприятие славится. И носить такой значок приятно». Для калищиков на пенсии, а их насчитывается более 9,5 тысяч человек, действует программа «Внимание и забота». Каждый год на ее реализацию выделяют больше 64 миллионов рублей. Ветеран, проработавший в компании не менее трех лет, имеет право на ежеквартальную дотацию. Ее размер зависит от стажа работы на предприятии. Кроме того, ветераны получают бесплатные путевки на отдых в собственном санатории-профилакторе, а также имеют право за полцены посещать бассейны. «Вообще связь поколений, мы считаем, что это главное. Если у компании нет связи поколений, то грош этой компании цена. Мы своих ветеранов любим, мы их уважаем. Мы всегда к ним обращаемся за опытом, за советом. И они активно участвуют в жизни нашей компании сейчас». Присвоение звания «Почетный колейщик» – это высшая награда компании. Однако ветераны признаются, главная награда для них не в материальных поощрениях, а в простых человеческих внимания и заботе, которые им постоянно оказывает компания. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. По труду и награды в Березняковском филиале «Азот» компании «Уралхим» чествовали лучших работников, отличившихся в минувшем году от дня химика до дня химика, чьи портреты украсили заводскую доску «Почетой», кто стал обладателем золотого символа березняковского «Азота». Смотрите в следующем сюжете. «Азотчик» значит лучший, значит специалист, владеющий передовыми технологиями. А лучшие из лучших ежегодно пополняют список обладателей свидетельства о занесении на заводскую доску «Почета». Причем лица на этих 32 портретах каждый год новые. Это говорит о том, что у нас на заводе работает с вами один из главных принципов, принцип преемственности. Преемственности наших богатых традиций, преемственности богатого профессионального опыта нашего коллектива, смена поколений. Венера Ишмурова проработала на «Азоте» 33 года. Имея столь богатый профессиональный опыт, она готова поделиться с другими своим рецептом успеха. Работать хорошо, увлеченно, показывать свои знания, умения, развиваться. Нужно не быть равнодушным, нужно любить свой завод, работу. В принципе, все получится. Заводская доска «Почета» – не единственный пьедестал, покорить который стремятся амбициозные азотчики. В этот день на промплощадке предприятия еще 38 сотрудников получили почетные грамоты филиала. А вечером того же дня во Дворце культуры имени Ленина на торжественной церемонии, посвященной Дню химика, заслуженных наград удостоились и другие герои труда. Сегодня наступает Новый год, новый этап, и все, конечно же, смотрят в будущее с надеждой. Звездные ведущие, актер театра и кино Александр Балуев и ведущая с Первого канала Ирина Муромцева приглашали на сцену героев дня для вручения наград. К примеру, таких, как почетные грамоты отраслевого министерства и Российского союза химиков. Кстати, некоторые шли к этой минуте в прямом смысле слова с детства. У меня мама работала на заводе, на складе жидкого аммиака. Я где-то 77-го года еще пацаном ходил на завод, еще строили карбамид. И потом я пришел уже в 87-м году на азот и так, все там. А это те, кто на этапах развития предприятия принимал ответственные руководящие решения. Ветеран азота Александр Хазанов в недавнем прошлом был начальником цеха номер 5. Сегодня ему аплодируют как обладателю премии «Золотая Грандбашня-2017» в номинации «Элита завода». Предприятие совершенствуется, оно только, наоборот, молодеет. Вы посмотрели бы, что тут еще недавно стояли какие корпуса кругом по заводу, а сейчас уже все новое. Кстати, тенденции обновления предприятия отметили не только старожилы завода, но и приглашенные на юбилейный вечер гости. Каждый год мы узнаем, что Уралхим начинает выпускать новые продукции. Причем номенклатура такая и качество такое, что соответствует всем мировым образцам. Уралхим сегодня на всех химических формах звучит гордо и в числе первых. Залог новых свершений в бережно сохраняемых традициях, уверены азотчики. Поэтому закономерным стало награждение тех, кто передает свой опыт молодежи. Зал аплодирует победителям в номинации «Наставник года». Мы стажируем людей для себя. Насколько качественно мы выполняем эту работу, настолько нам потом будет работать легче и проще с теми людьми, которых мы подготовили на рабочие места. Потому что это опыт-опыт, который можно передать только из рук в руки, из уст в уста. И вполне логично, что в финале торжества чествовали символ преемственности поколений. Победителей в номинации «Династия года» семью Сурковых, чей общий трудовой стаж составляет почти 200 лет. Мы благодарны нашим дедушкам и бабушкам, которые здесь начинали на этом предприятии. И уже мы пошли по их стопам уже все вместе и уже добились таких результатов. То есть это все и благодаря им, и нашим родителям. Без вас истории сильной страны, мощной страны, великой страны, бывало невозможно. А тем, кому в этот вечер не посчастливилось испытать свою минуту трудовой славы, расстраиваться не стоит. У них есть возможность и время проявить себя до следующего дня химика. Дмитрий Сидельцев, Александр Зебдеев. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Даже готовы пригласить березняковцев стать нашими внештатными корреспондентами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости на ТНТ». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news-mail.ru или по телефону 43-17-11. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА